Добрый день! Рад вас всех видеть. Сегодня у нас вебинар, посвященный обособлению в 1С ERP. В принципе, тот же самый функционал работает в 1С комплексной автоматизации 1С управления торговли. Я имею в виду принципиально будут работать те же самые механизмы, отличия, конечно, какие-то есть. Вести этот вебинар буду я. Зовут меня Андрей Лебедев. Я консультант компании Кодерлайн. Сразу же хочу вам сказать следующее. В принципе, этот функционал обособления достаточно простой. Ну, конечно, понятно, что просто всегда то, что уже знаешь. Но, тем не менее, там нету каких-то головоломных схем, нету каких-то жутких секретов. Есть просто, скажем так, достаточно разбросанные настройки, которые надо знать. Ну, и не более того. Если вы поймете общий принцип, как это работает и что за что может сцепляться, что там может быть, что там не может быть. Вот. Вы без особого труда самостоятельно дальше сможете оперировать вот этим вот функционалом. Поэтому сразу хочу сказать, что задача этого вебинара – это не столько рассказать вам какие-то жуткие секреты, сколько, ну, как бы выстроить все в встроенную систему, чтобы работа вот этого обособления казалась вам очевидной, простой и понятной. Так, значит, ну, смотрите, мы будем с вами работать с функционалом версии 2.58.2.2.1. Значит, у нас уже появилась версия 2.59, но по отзывам она не очень стабильная пока. Там глюки появляются, поэтому пока переходить на нее в демонстрациях я не тороплюсь. Вот. Хотя сразу хочу сказать, там появился кое-какой интересный функционал, но он пока появился больше в таком ознакомительном режиме функционала производства. Как только там будет что-то такое стабильное, тоже вебинар постараемся сделать. Так, значит, ну, вот смотрите. Первое, что я хочу до вас донести. Как работает система обеспечения в 1СРП? В 1СРП существуют документы, которые могут создать потребность и документы, которые закрывают эту потребность. Значит, документы, которые могут создать потребность. Это что такое может быть? Это может быть заказ клиента, это может быть заказ на перемещение, заказ на внутреннее потребление, заказ на сборку-разборку. Это может быть заказ давальца, но у всех у них есть одно общее свойство. Если вы хотите понять, создает ли этот документ потребность или не создает, давайте я возьму самый простой пример, заказ клиента. Для того, чтобы понять, создает данный документ потребность или не создает, вам достаточно увидеть в табличной части, содержащей перечень материалов, товаров и работ, вот эту вот колонку. Колонка действия. Значит, соответственно, колонка действия может разные значения принимать. Там может стоять резервировать, может стоять к обеспечению. Ну вот, как минимум, там должно стоять к обеспечению. Как только вы поставили вот эту вот строку к обеспечению, вы фиксируете потребность по данным ТМЦ на данном складе. Склад тоже указывается здесь в табличной части. Вот у всех документов, у которых есть эта колонка, все эти документы могут фиксировать потребность. И есть у нас документы, которые, которые эту потребность могут закрыть. По сути дела, таких документов пять. И их очень легко можно перечень увидеть, если вы откроете такую вещь, как способ обеспечения потребности. Вот у нас есть пять типов обеспечения. Это покупка, перемещение, сборка, собственное производство, производство силами переработчика. И у нас есть пять документов, которые могут закрыть потребность. Это заказ к поставщику, заказ на перемещение, заказ на сборку-разборку, заказ на производство и заказ переработчику. Вот эти вот пять документов у нас закрывают потребность. И у них тоже есть общее свойство. Вот в самом простом варианте я открою заказ поставщику. И если вы видите, что заказ поставщику может быть создан по потребностям, то вот такой документ может закрывать потребности, которые созданы теми документами, которые я перечислил. Программа знает для каждого склада, если вы соответствующие МСЭ настроили. Программа может знать, как удовлетворять потребность в конкретном ТМЦ на конкретном складе. Когда вы создаете способ обеспечения потребности, вы можете задать покупку у какого конкретно поставщика, как именно надо заполнить заказ поставщику. И если это все есть, то при использовании вот этой обработки по потребностям, программа автоматически вам создаст соответствующий заказ. Вот. Ну, это вот такое маленькое введение. Это не наша сегодняшняя тема, но такой небольшой объем информации вам нужен для того, чтобы понять то, что я буду рассказывать дальше. Давайте мы с вами перейдем снова к заказам клиента и увидим, что вот этот вот конкретный заказ клиента, он имеет вот такую галочку «Обособлено». Что это означает? Это означает, что на складе… Давайте мы его с вами найдем. Ну да, здесь общий. На складе «Склад коммерческой службы» вот эта вот номенклатура «Стеллаж стандартный» должна поступить уже зарезервированная под данный заказ клиента. Значит, я сразу хочу вам сказать, вы не путайте зарезервирование, которое устанавливается вот этой вот значением в колонке действия. Это немножечко другой резерв. Там с ним программа может как-то манипулировать. Нам, нас интересует вот это. Резерв по назначению. Это как бы более такой жесткий вариант резерва. Как это вообще будет работать? Давайте посмотрим. связанные документы. Мы видим, что уже прошла реализация. Значит, соответствующий товар был закуплен. Мы его достаточно просто можем найти. Напоминаю, что нас будет интересовать склад коммерческой службы. И нас будет интересовать номенклатура «Стеллаж». Стеллаж стандартный. Ну, и я сделаю еще одну вещь. Я поставлю здесь детализацию до регистратора, чтобы мы могли посмотреть документы, связанные с данной номенклатурой. Ну, вот смотрите, у нас, судя по всему, вот эта вот реализация прошла. Так, сейчас посмотрим, она или не она, но, похоже, это немножечко другое. Нет, она. Она самая. Вот по этому клиенту прошла реализация. Вот этот товар у нас уходил. И давайте посмотрим, как он пришел сюда. Значит, ну, вот здесь мы не увидим, собственно, закупки под вот эту вот реализацию. Здесь немножечко сложнее ситуация пошла. Здесь произошла корректировка назначения. Вот. И товар не зарезервированный под это назначение. Под это назначение был уведен. Вот. Но мы можем попробовать... Мы можем попробовать это воспроизвести повторно. Давайте я сейчас создам еще один заказ клиента. Скопировать. Поставим галочку обособлено. Укажем, что нам эти стеллажи нужны в обособленном режиме. Проведем. И сейчас я не буду запускать вот эту вот обработку. Я попробую сделать просто сразу же заказ поставщику. Неважно, какой поставщик тут будет. Это абсолютно все равно. Важно, что при такой закупке у нас в заказе поставщику будет указано назначение. И вот здесь мы видим, что назначением для нас является, по сути дела, заказ клиента. То, что у нас здесь еще есть какие-то дополнительные аналитики, это не столь важно. Кстати, мы можем открыть вот это вот назначение. И посмотреть аналитики, которые нам для назначения указываются. Имейте, пожалуйста, в виду, что перечень этих аналитик, он может изменяться и в ходе доработки при внедрении такое достаточно часто делают. Сейчас мы видим как бы стандартные аналитики, которые сюда попадают. Обращаю внимание, что сейчас у нас в соответствии с настройками системы планируется поставка под конкретный заказ клиента. Давайте я поставлю подтвержден. Так, ну, цену какую-нибудь для нас она не важна. И давайте мы попробуем создать приобретение товаров и услуг. Обратите внимание, что в приобретении товаров и услуг вы также видите назначение. То есть поставка идет под конкретное назначение, и это очень жесткий параметр. Сейчас я проведу приобретение и покажу вам движение документа. Смотрите, вот здесь у нас есть движение по регистру накопления товара на складах и, кстати говоря, по регистру накопления товара организации. Значит, у нас в регистре накопления товара на складах обязательно существует вот такой вот разрез. То есть, товары на складах учитываются и в разрезе назначения обязательно. Теперь давайте доведем ситуацию до конца. На основании заказа клиента мы уже можем поставить обеспечение «Отгрузить» и создать реализацию товаров и услуг. Так, не удалось провести. Но тут программа вредничает из-за того, что у нас нет предоплаты. Давайте попробуем ее сделать, чтобы она не ругалась. Другой расклад. Вот, давайте сделаем проще. По расчету документов. Так. Продолжение следует... Поправим график оплаты. Видите каких-либо указаний на то, по какому назначению произошла отгрузка. По сути дела это логично, потому что это назначение имеет смысл только в заказе. Здесь, в общем-то, либо разрешили отгрузить, есть товар для отгрузки, либо программа просто не даст создать вам реализацию. Давайте попробуем посмотреть движение документа. Продолжение следует... Это прямого указания в форме документа на назначение. Тем не менее, это назначение фиксируется в соответствующем регистре накопления, в регистре накопления товаров на складах. То есть, в том случае, если по какой-то причине его надо видеть, вытянуть его в документы, увидеть там, конечно, можно. Ну, это ответ на вопрос, как можно понять в реализации. Что означает обособленно? Ну, собственно говоря, я вот это вот вам сейчас и пытался показать. Мы закупили с вами обособленно под заказ клиента тысячу стеллажей. Эти тысячу стеллажей, они реально лежали на складе, но использовать их можно было только, если вы отгружаете их по данному заказу. Никаким другим заказом отгрузить их нельзя. Это вот такой жесткий сквозной резерв, который можно снять только отдельным документом. Настройками, заказов вы ничего не сделаете, надо будет делать отдельный документ, который называется корректировка назначения. Понятно более или менее? Есть еще один нюанс, который тоже нужно иметь в виду. У обособления есть один еще очень важный функционал. Если вы посмотрите настройки финансового результата и контролинга, вы увидите, что мы в разрезе назначений можем вести обособленный учет себестоимости. Мы можем вести обособленный учет себестоимости. То есть, себестоимость, она будет жестко считаться в рамках партии связанного с назначением. Казалось бы, у нас в любом случае партионный учет ведется, но здесь есть один нюанс, к которому мы сейчас с вами и будем подходить. Сейчас, когда я вам показывал, как формируется вот это обособление, у нас обособление формировалось по заказу клиента. По заказу клиента. Но это не обязательно так. Так, и если мы с вами посмотрим настройки, которые у нас есть, мы увидим, что вот это назначение, оно же обособление, может быть и другим. Для заказов клиента, значит, возможны два варианта. У нас обособление может быть по заказу клиента, то, что у нас сейчас было. У нас обособление может быть по направлению деятельности. Что это означает? Давайте я снова сформирую вот этот вот заказ клиента. Снова поставлю обеспечение, проведу, создам на основании заказ поставщику, посмотрю, что там будет стоять. Видите, в назначении у меня уже нету никаких данных о заказе. У нас здесь стоит только направление деятельности. Я вам напомню, что направление деятельности – это особый справочник, который редактируется в разделе «Финансовые результаты контролем». Этот справочник позволяет вам разбить всю коммерческую деятельность вашей компании на несколько направлений. Это может быть, например, производство, оптовая торговля. Разделение на направления может быть по какому-то продуктовому принципу. В результате можно получить раздельный финансовый результат для разных направлений деятельности внутри одной компании. По направлениям деятельности могут делиться доходы и расходы. И, как вы видите, по направлениям деятельности может еще идти и обособление. Забегая чуть вперед, я хочу вам сказать, что вот эта настройка обособления не по заказу, а по направлению деятельности, она доступна практически для всех заказов, формирующих потребность. Не только для заказа клиента. То есть у нас в результате, в том случае, если используется такая настройка, может быть создано, по сути дела, два контура товара движения внутри одной базы данных. Такое бывает необходимо. Например, в моей практике была такая ситуация, когда в одной компании, по сути дела, существовало два направления деятельности. Но одно связано было с оптовой торговлей. Там грузили объем, достаточно большими объемами, грузили по всей стране. И их вполне устраивало, что там раз в месяц что-то приходит, они клиентам отгрузили, и все замечательно. А второе направление – это была работа с сетевой розницей. И там по чуть-чуть, но надо, чтобы товар был всегда. И, как вы понимаете, все время были конфликты. И классически это, конечно, решается за счет виртуальных складов, но более грамотно можно это решить за счет обособления по направлению деятельности. С направлениями деятельности связано еще очень много моментов. Это очень интересный функционал, но это сейчас выходит за рамки нашей тематики. Давайте с вами пройдемся по другим документам, которые могут сформировать потребность. И вот здесь мы с вами сразу же напарываемся на одну очень интересную вещь. Я уже перечислял вам те документы, которые могут сформировать потребности, в которых можно указать обособление. И в числе этих документов есть заказ на перемещение. Давайте посмотрим настройки, которые доступны для этого заказа. И вот здесь, когда мы указываем обособление, мы сразу увидим очень интересную вещь. Обособление возможно по заказу на перемещение. То есть заказ на перемещение, он сам формирует вот это вот обособление. Можно по направлению деятельности. Смысл этого я вам рассказал. И можно по назначению получателя. Что это значит? Давайте вспомним, с чего я начал сегодняшний вебинар. Я вам рассказал, что есть документы, которые формируют потребность, а есть документы, которые закрывают потребность. И я вам назвал признаки, как вы можете один документ отличить от другого. А вот теперь давайте посмотрим с вами на заказ на перемещение. Видите? Заказ может быть создан по потребности. То есть по идее заказ на перемещение закрывает потребность. Но при этом, если мы откроем заказ на перемещение, мы на закладке товара тоже увидим действие и возможность поставить галочку обособлено. То есть он и формирует потребность. И то, и то. Зачем так сделали? Логика вполне понятна. Очевидно, что заказ на перемещение на том складе, с которого будут перемещать, создаст потребность, а на том складе, куда будет перемещаться, закроет потребность. И вот эта настройка, которую я сейчас вам показал, по назначению получателя, она позволяет работать как бы со сквозным назначением. Заказ на перемещение смотрит, какую потребность он будет закрывать. Вот это вот. И в соответствии с этим формирует обособление, которое будет передано дальше по цепочке. И все документы, вот такие вот двулитие, которые и закрывают потребность, и потребность создают все такие документы, они имеют возможность установить, возможность установки сквозного назначения. То есть что это такое? Это заказ на перемещение, который я сейчас вам показал. Это заказ на сборку-разборку. Та же самая логика. Одна потребность закрывается, вторая возникает. В собранных товарах закроется, в комплектующих возникнет. Значит, и если мы посмотрим сборку-разборку, мы увидим, что это действительно так. То же самое по направлению, по заказу и сквозное. Есть еще один документ. По сути дела, это тоже самое заказ на перемещение, но он как бы немножечко по-другому отрабатывается. Это заказ в материалах производства. По сути дела, я сейчас не буду его показывать, это тоже самое перемещение с некоторыми особенностями. Так, и у нас есть заказ переработчику. С заказом переработчика та же самая история. Заказ переработчику, он в принципе ориентируется на закрытие конкретного назначения, но при этом материалы для того, чтобы передать переработчику, они могут тоже обособляться. И вот здесь тоже возможно вот такое сквозное закрытие. Значит, что у нас остается еще? Какие нюансы? Значит, у нас, ну давайте я покажу еще один документ, сразу это уже закрыть. Внутреннее потребление, но внутреннее потребление, как и заказ клиента, имеет только два варианта по направлению деятельности или по заказу на внутреннее потребление. Тут ничего сквозного быть не может. Вот. И существует вот такой особый документ, заказ давальца. Для него настройки не предусмотрены. И здесь все время идет обособление по договору сдавальца. Все. Тут, в общем, никаких вариантов нет. Но я думаю, что в очередных версиях там аналогичные настройки появятся. И совершенно особая история с этапами производства. Значит, проблема тут в чем состоит? Казалось бы, производство, оно в какой-то степени похоже на сборку-разборку. И здесь, по идее, должно было быть вот то же самое сквозное назначение. Но вопрос у нас заключается в том, что у нас вот этот функционал в блочке производства немножечко разорван. Для закрытия потребности у нас используются заказы на производство. И они действительно могут быть созданы по потребности. И когда создается продукция, может быть указано назначение. То есть здесь все как бы логично. Здесь никаких доп. настроек не нужно. А вот возникает потребность производства. Фиксируется потребность ТМЦ для производства. Уже в другом документе. В этапе производства. Давайте. Сейчас я чуть-чуть открою. Давайте мы сразу с вами возьмем. Так, тут что-нибудь используется. Ну вот, смотрите, выпуск осуществляется под назначение, указанное в заказе переработчику. Ну, соответственно, это пришло из заказа производства. А исходное обеспечение, да, оно будет сформировано в соответствии с настройками. И вот здесь есть нюанс, связанный вот с таким сложным устройством блока производства. Дело в том, что обеспечение, которое сформируется этапом производства, оно может выглядеть по-разному. И здесь у нас есть следующие варианты. По этапу, то есть обеспечение будет привязано к конкретному этапу. По заказу на производство, то есть для разных этапов одного заказа будет единое назначение. По назначению продукции, собственно говоря, вот этот вариант мы сейчас увидели. Ну и уже традиционный по направлению деятельности. То есть здесь у нас добавляется только вот это вот общее назначение для заказа производства в целом. И есть еще один нюанс, связанный с производством, который в назначениях надо учесть. Вот здесь мы видим цепочку. И когда мы с вами используем цепочку этапов и предполагаем, что что-то должно прийти с предыдущего этапа, вот в этом случае у нас, вне зависимости от наших котелок, обособление формируется автоматически. Обособление при формировании цепочки этапов происходит под следующий этап цепочки. То есть вы видите, что выпуск происходит не просто в пространстве, не просто на склад, а выпуск происходит для следующего этапа производства. Ну и, пожалуй, последнее, что стоит добавить. Значит, если вы, это вот уже возможности последних версий, если вы используете субподряд, если вы используете заказ переработчику, то у вас появилась возможность обособленно учитывать те ТМЦ, которые вы передали переработчику. То есть на его складе товары тоже теперь могут быть обособлены. Ну и, наверное, последнее, что надо показать. Я уже сказал, что, в принципе, конечно, вы можете корректировать назначение, вы можете изменять то, что там написано. Для этого в программе предусмотрено в разделе склад и доставка журнал, документов, корректировка назначения товаров. Ну, соответственно, вы можете снять с резерва то, что вам уже для резерва не нужно. Вы можете, наоборот, поставить на резерв, либо как-то установка на резерв, назначение, на которое осуществляется установка. И вы можете как-то произвольно скорректировать, например, с одного назначения передать на другое. Ну, вот функционал, который связан с обособлением. Надеюсь, что что-то вам стало попрозрачнее. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Так, ну, давайте откроем этот документ. Создать. Сборка из комплектующих. Значит, что вы имеете в виду? Значит, если вы видите, вот здесь у нас произведено что-то там при сборке. Может, под конкретное назначение. Вам нужно, например, под конкретное направление деятельности, там стол собрать. Вот вы его собираете, и здесь вот это назначение указываете. Либо под конкретный заказ клиента. На в комплектующих то, что вам нужно. Ну, неважно, давайте я что-нибудь поставлю. Не суть. Важно, что. Здесь, здесь вы не указываете назначение. Здесь у вас просто фиксируется расход. Если у вас речь идет о планировании, то есть речь идет о заказах на сборку-разборку. Ну, давайте еще раз создам. То здесь вы видите, что можно указать назначение. И здесь вы видите, что возможно управлять обособлением. Непосредственно назначение вы здесь не увидите. Вы назначение, назначение вот этой вот потребности будет установлено заказом на сборку-разборку в соответствии с общими настройками, которые вы сделали в системе. То есть, если бы здесь стояла закладка, стояла бы галочка обособленно, то давайте посмотрим с вами. Вот сборка-разборка товара по назначению собираемого комплекта. То есть, в этом случае программа посмотрела бы, что стоит в назначении вот здесь. И именно вот под это назначение, которое здесь указано, создала бы обособленную потребность вот по этим позициям. То есть, когда мы закрываем потребность, мы закрываем потребность в конкретном назначении. Когда мы создаем потребность, назначение будет установлено в соответствии с системными настройками. Можно ли товар, не имеющий назначение, имеющий наличие на складе, обособить под конкретное направление деятельности? Да, это возможно. Я уже вам показал, что существует такой документ, как корректировка назначения. Вы можете зарезервировать под данное назначение. И второе, вы можете сделать ту же самую операцию, но непосредственно из документа. То есть, если вы хотите зарезервировать под назначение, ну, понятно, что галочка должна стоять, вы можете использовать возможности меню для того, чтобы сформировать документ, по которому будет корректировка назначения осуществлена. Так, а те вопросы еще есть. Так, ну, вроде во время мы уложились. Благодарю вас за внимание. Значит, обычный мой вопрос в конце. Какие темы, по каким темам вы хотите пообщаться? Вебинар на какую тему вы хотели бы увидеть? Естественно, речь идет о функционале 1SRP. Что-то есть. Организация складского учета. Ну, вы знаете, это не на вебинар, это на курс, на целый. Бюджетирование, заказ до вальса по направлениям деятельности. Хорошо. На самом деле, по бюджетированию у нас целая грузь вебинаров же была. То есть, у нас они есть. По заказу до вальса, ну, там не так много, там особо показать нечего. Но можно сделать, обсудить какие-то нюансы, которые есть. По направлениям деятельности, ну, да, наверное, надо будет сделать, если есть потребность. Спасибо. Зафиксируем, примем его внимание. По складу, ну, наверное, можно даже сделать серию вебинаров, посмотреть, как работает адресную систему в каких-то минимальных вариантах. Ну, адресная система, это тоже не на 40 минут рассказ. Там настроек выше крыши. Так, ну, все, тогда останавливаемся. О, госзаказ, да, интересная тема, надо будет подумать. Надо будет подумать. Кстати, госзаказ, это как раз та тема, которая имеет прямое отношение к нашей сегодняшней тематике. Материалы по госзаказу, они обычно тоже обоссабливаются. ТМЦ по госзаказу. И там как раз используется обычный вариант обоссабления по направлению деятельности. Как правило, госзаказ вот в такое особое направление деятельности выделяется. И там есть специальные настройки, классификаторов для госзаказа, чтобы формировалась вся вот эта вот документация, которая необходима. 2,5,7, 2,5,7 ФЗ, кажется. Цифру могу напутать, но, по-моему, здесь 57 ФЗ. Ну, все, тогда заканчиваем. Спасибо. Спасибо.